Здравствуйте! В эфире программа «Утро на Белгород-24». Меня зовут Виктор Лукьянчиков и сегодня 2 августа. Это значит, что отмечается, наверное, самый громкий праздник лета – День Воздушно-десантных войск, День ВДВ. И сегодня у нас в гостях руководитель военно-патриотического клуба «Север» имени героя России Вячеслава Воробьева Роман Вербицкий. Роман, доброе утро! Доброе утро! Вы тот человек, который готовит ребят, молодых людей, да и, наверное, девушки к вам на занятия ходят. Ну вот в основном ребята, которые хотят служить в ВДВ, то есть вы готовите кадры для ВДВ. Все так? Все правильно. Насколько активно сейчас молодежь идет к вам? Как активно они занимаются? Сколько человек вообще у вас сейчас? Дети приходят к нам на занятия, записываются. То есть в нашем клубе от 25 человек и более. Ну, то есть вообще, как бы, набор производится в сентябре месяце, то есть 1 сентября. Как бы ребят всегда очень много. Ну, то есть приходит много ребят, там также и девушек. Вот. Но по итогу остаются, как бы, наверное, самые сильные. Самые мотивированные. Да, да, да. Ну, то есть их немного, но они остаются. И то есть они вот на протяжении всего времени, до исполнения 18 лет, да, уже перед тем, как уходить в армию, они находятся в нашем клубе до конца, можно так сказать. С какого возраста ребята к вам приходят? С 14 лет у нас дети, но я, бывает, набираю ребят и помоложе. Ну, то есть, бывает, там, приезжают родители, просят, там, вот. Ну, то есть мы смотрим на ребенка, да, то есть если он физически развит, как бы, да, уже, ну, и умственно развит, как бы, да, в таком плане, то, в принципе, мы таких детей берем. Полевые выходы проходят у нас такие очень крутые, можно так сказать, полевые выходы, то есть их 4 раза в год мы их проводим. Самый сложный, это, наверное, зимний полевой. То есть вот, чтобы понимали, там, мы выходим на 3 дня туда, то есть раньше мы выходили, допустим, без палаток, то есть у нас был спальный мешок, пена, там, плащ-палатки. Мы выходили, то есть курсанты должны были разбить лагерь, то есть, да, подготовить место для ночлега, да, там, то есть наносить дров, чтобы не замерзнуть. Вот, там, крайний наш полевой зимний, там, он проходил в Новом Осколе, мы в два клуба проводили этот полевой, то есть наш клуб и военно-патриотический клуб «Гранит Новый Оскол». На улице было минус 15, то есть, как бы, дети все это преодолели, как бы, все отлично, все хорошо, все довольны. Наша задача – это подготовить ребенка, да, уже курсанта клуба к тому, чтобы он, попав в ряды вооруженных сил, да, с уверенностью прошел эту службу, ни за что не переживал, как бы, ну, и, конечно же, чтобы наши родители, да, родители наших курсантов тоже не переживали за то, что его ребенок попал в армию и, то есть, там служит и находится. Наверняка не каждый родитель вот так вот готов отдать своего ребенка, там, в такие сложные условия, полевые выходы, занятия по физическому воспитанию наверняка сложные. Это, наверное, тоже папы, которые прошли эту школу? У нас разные родители, да, есть родители, которые военные, да, которые целенаправленно отдают своих детей, есть родители, которые вообще ничего не понимают, что это такое, да, то есть, изначально, когда ребенок начинает заниматься, да, у них есть какие-то переживания, они, там, боятся отпускать, там, на полевой. Также мы совершаем прыжки с парашютом, да, там у нас клуб-то, десантные направленности, все-таки переживают, но когда пройдет какое-то время, понимают то, что, да, можно доверять руководителю, верят в нашу программу, да, у них появляется какое-то доверие, можно так сказать. Вот, и они уже, как бы, все, на любые мероприятия, на любые полевые, там, выходы, то есть, на все, то есть, отпускают, как бы, вообще, без вопросов. Да, вот говоря о программе, я так понимаю, что вы, как руководитель, ставите себе конкретную задачу, чтобы к 18-летию, то есть, к моменту выпуска из клуба, если это можно так назвать, ваш курсант умел разбирать, собирать автомат, там, сделал несколько прыжков с парашютом. Воздушно-десантные войска, это, как бы, элитные войска, да, то есть, и, то есть, туда не каждый сможет попасть. Если бы все были сильные, все бы там и служили, да, то есть, кто-то попадает, там, я не знаю, в воздушно-космические, кто-то там в военно-морской флот, кто-то выдывает. То есть, из курсантов, вот, если брать, допустим, 25 человек курсантов, из них, наверное, ну, до 5 человек, вероятно, попадут в воздушно-десантные войска. Совершают прыжки с парашютом, как бы, все курсанты, то есть, с 14 лет они могут пройти подготовку и совершить свой первый прыжок. То есть, после совершения прыжка с парашютом курсант уже одевает тельняшку, берет, то есть, до того, когда у него нет выполненного прыжка, он, как бы, не имеет права носить тельняшку голубую, да, и берет. То есть, только строго после совершения прыжка. Когда курсант совершает свой прыжок, он становится уже более такой серьезный, осознанно пойти, да, чтобы совершить этот шаг, шаг в эту бездну, да, ну, не каждый, как бы, готов. То есть, ну, моя задача – это готовить, настраивать. Проходят занятия, там, вот эти все полевые, ребята все просто погружаются в этот процесс, то есть, да, создается вот какое-то боевое братство, наверное, можно так сказать. Они вот друг за друга, то есть, как бы, сплоченный такой коллектив. Да, каждый друг другу помогает, каждый друг друга как-то настраивает. Роман, а как давно ваш клуб уже работает? С 2015 года. За это время вы воспитали какое-то количество ребят, и наверняка следите за их судьбой. Вот как складывается дальнейшая жизнь ваших воспитанников, служба в армии, потом, куда они идут работать, может быть, они поступают в какие-то профильные высшие учебные заведения? Да, наши курсанты поступают в высшекомандное училище, ребята попадают вот в 45-ю бригаду спидназа ВДВ, то есть, там, кстати, Белгородская рота наших ребят. Где они служат, показывают хорошие результаты. Наш курсант, один из первых, в этом году будет поступать в ряды Росгвардии по Белгородской области. Увиделись Росгвардии области, как бы, и они его забирают к себе на службу, то есть, на контракт. Как мы создали наш клуб, Росгвардия области нас поддерживает, подключается к проведению всяких различных мероприятий, то есть, занимаются с нашими ребятами, это как сотрудники СОБРа, ОМОНа, приезжают, проводят какие-то тактические занятия, то есть, как бы, делятся опытом. Поддерживают нашу молодежь и, как бы, это радует. Самое главное, что есть команда, да, которая неравнодушная, да, к нашей деятельности. То есть, включается в работу, помогает, это так же, как и Росгвардия области, боевое братство, ДСААФ. Администрация Белгородского района в лице главы Владимира Николаевича, то есть, он очень хорошо поддерживает патриотику в районе у нас. Девушек в армию не берут, но, тем не менее, они занимаются в подобных клубах, и в вашем, наверняка, тоже есть девушки, да? Да. У них какие-то особые условия, или все-таки им все так же приходится преодолевать, как и парням? Когда мы создали клуб, я как-то, ну, делал там какие-то снисхождения для них, а сейчас нет, то есть, они на равных. То есть, что ребят, программа для ребят, что для девочек. То есть, они бегают так же, как и ребята, то есть, совершают прыжки так же, как и ребята. То есть, у меня был случай, да, что у меня курсант, она совершала свой третий прыжок, и она плачет прям такими, прям вот такими огромными слезами. Она вышла, я, короче, перепуганный, как бы с самолетом приземляюсь, вылетаю, бегу в поле ее искать. А она там с такими радостными глазами, там, улыбкой, то есть, все классно, хорошо. То есть, задача перебороть себя там, в воздухе, и, то есть, сделать этот шаг. Замечательно, да, что вы помогаете ребятам преодолеть себя. Ну, и физическое воспитание тоже важно. Наверняка вы этому уделяете особое внимание. Да, у нас марш-броски всякие различные проходят, то есть, физическая нагрузка, там, подтягивания, отжимания, бег, там, как бы все, ну, то есть, все присутствует. То есть, ребята, как бы, развиваются, я считаю, хорошо. В школе по физкультуре пятерки? Да. А по остальным предметам следите вообще за учебой ребятам? Нет, ну, есть, которые учатся плохо, но, да, физически развитые. Но я вам скажу так, что в ВДВ, да, в воздушно-десантные войска, то есть, двоечников брать не будут. Они берут образованных ребят. Ребята с какими-то отклонениями не нужны, потому что этот, ну, в первую очередь ты должен думать головой, как бы, принимать какие-то решения. То есть, вот, у меня есть курсант, который уже служит в высшекомандном училище, то есть, он является курсантом. То есть, он закончил школу на отлично, он подтягивался, бегал. Он был молодец, достойно сейчас служит, не позорит нашу Белгородскую область. Будущий десантник должен успевать и в учебе, и в спорте. Да. Продолжаем беседу с нашим гостем. Сегодня это руководитель военно-патриотического клуба «Север» имени героя России Вячеслава Воробьева Роман Вербицкий. И говорим мы о празднике, который наверняка уже сегодня шумит у вас под окнами. Это день ВДВ. Почему праздник такой громкий? Почему день пограничника, день ВМФ проходит, наверное, не так громко? Как сегодняшний праздник? Вы знаете, наверное, потому что это сильные духом ребята, которые сплоченные, которые в этот день встречаются и празднуют его достойно. Да, плохо, конечно, что есть, можно их назвать, которые показывают с плохой стороны себя. Назовем их ВДВшниками. Ну, назовем их, да, наверное, ВДВшниками. Но есть ребята, которые, да, на 2 августа собираются, да, идут на могилы ребят, на памятники, возлагают цветы, отдают дань памяти ребятам, да, которых с нами сейчас нет. Вот это вот настоящий праздник. То, что там бассейны, не бассейны, да, как бы гласно хорошо, но я считаю, что такие люди, как десантники, они должны быть примером. Примером для всех, чтобы молодое поколение равнялось на этих ребят, то есть как бы стремились туда попасть благодаря вот этим ребятам, которые будут показывать именно хороший пример, правильный пример. То есть я как бы считаю, что это должно так быть. Какие традиции есть у праздника? Традиция, наверное, в этом и заключается, вот, чтобы собраться, да, и поговорить, вспомнить службу. Мы ежегодно снимаем репортажи, материалы о этом празднике. Вот я предлагаю прямо сейчас посмотреть о том, как праздновали день ВДВ в прошлые годы. На счету бойцов воздушно-десантных войск немало подвигов, как на полях сражений Великой Отечественной, так и в горячих точках. В этом году знаменитой крылатой гвардии исполнилось 90 лет. Мобильный, технически оснащенный и престижный род войск никто, кроме них. Крепкие мужчины в форме и тельняшках, улыбки, поздравления. День воздушно-десантных войск – повод встретиться с боевыми товарищами и вспомнить начало своей военной карьеры. Я мечтал, конечно, в детстве попасть в воздушно-десантные войска, но не думал, что я попаду. И в 2005 году у нас в городе Владикавказе состоялись первые учения на горно-штурмовом полигоне «Дарьял». Там мы проходили спецподготовку спецназа ГРУ, там же у нас проходили первые прыжки. Первый раз вот как раз мы прыгали с кукурузника, потом уже последующие прыжки у нас проходили с вертолетом Е-8. Для меня этот день – все, что только есть. День рождения я свой меньше праздную, чем этот праздник. Воздушно-десантные войска неспроста считаются элитой российской армии. Их бойцы часто превосходят остальных по боевым возможностям. Они выполняют свои задачи в тылу противника без подвоза, боеприпасов и эвакуации раненых. Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. Служил я срочную службу в 90-м, 92-й год. Год служил в Апскове в 76-й гвардейской дивизии. Потом 7 месяцев в Югославии 1-й российский пехотный батальон войск ООН. Мы обеспечивали мирную жизнь в Югославии между сербами и хорватами. Стояли на границе их территории. Не допускали возможностей военных конфликтов. У музея Диораммы бойцы 3-й мотострелковой вислинской дивизии организовали тактический показ оружия и военной техники. День ВДВ по традиции начали с митинга у памятника павшим в Афганистане. К подножию монумента возложили алые гвоздики. Действующих десантников, военнослужащих в отставке и офицеров запаса наградили за активную гражданскую позицию, честное служение Отечеству, образцовое выполнение воинского и служебного долга и многие другие заслуги. В числе гостей были представители общественных организаций «Офицеры России» и ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Общий праздник, общая гордость и радость. Ура! 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 От лица Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» герой России Вячеслав Воробьев наградил отличившихся бойцов ВДВ. Всегда за вас, всегда с вами, горжусь вами. Молодцы. ВДВ сила. Особое место памяти для всех причастных к десанту – «Аллея героев». На ней установлены памятники троим нашим землякам, служившим в ВДВ. Они удостоены звания Героев России посмертно. Это Юрий Чумак, Денис Зуев и Юрий Ворновской. Особое внимание и почет матерям погибших воинов. Это большой для нас праздник, но для нас, матерей, если по правде сказать, конечно, праздник со слезами на глазах. Но нам очень приятно, что все-таки Белгородчина помнит наших сыновей. Для нас, матерей, если помнят наших детей, помнят о нас. Потому что ребята не зря положили. Понимаете, что просто не зря они положили свои жизни, чтобы было мирное небо над Белгородчиной, над всей Россией. Память погибших боевых товарищей почтили минутой молчания. Сегодня 2 августа, день ВДВ. Но я так понимаю, что из-за коронавирусных ограничений, наверное, больших празднований официальных не будет. Вот вы как будете этот день проводить сегодня? У нас есть беседа в социальной сети ВКонтакте наших курсантов. В связи с пандемией, конечно... Будете поздравлять друг друга онлайн. Да, да. То есть мы в онлайне друг друга поздравим. Я всегда поздравляю ребят. Желаю им, чтобы они не останавливались на достигнутом. То есть и только усовершенствовались и стремились только к лучшему. Наверняка многие из ваших ребят будут смотреть нашу программу. Да, и не только они, но и те люди, которые служили в ВДВ. Прямо сейчас есть возможность поздравить всех наших телезрителей с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, любви и всего самого доброго. Спасибо, Роман. Сегодня мы беседовали с Романом Вербицким, с руководителем военно-патриотического клуба «Север». Там, где готовят десантников. Я присоединяюсь к поздравлениям с Днем ВДВ. Желаю всем хорошей, легкой недели. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова